Привет! А вы знали, что с помощью двух обычных линеек можно складывать числа? Например, нам нужно найти сумму 3 и 5. Нет проблем, на первой линейке откладываем 3 см, сдвигаем на эти самые сантиметры вторую линейку и на ней откладываем 5 см. На шкале первой линейки видим сумму чисел. 8. Если ваших ментальных способностей хватает на нечто большее, то смотрите дальше. Параллельно можно включить музыку из космической одиссеи Стэнли Кубрика. Перед нами линейка. Или даже две линейки. Та, что выдвижная, называется движок. Мощно, не так ли? Кроме этого, здесь есть сам корпус линейки с кучей разных шкал, а также бегунок, не путать с движком. На нем есть визорная линия. Будьте добры, следите за ней внимательно по ходу рассказа. Линейка это не какой-нибудь новодел. Изготовлена по ГОСТу 1957 года. На фабрике счетных приборов в Ленинграде. 1960 год. Вот так вот. Попробуем-ка с помощью этой замечательной линейки сложить несколько чисел. Ну вот скажем 3 плюс 2, как название одного советского фильма. Хм, может я что-то путаю, но линейка показывает 6. А 3 плюс 3 почему-то 9. А 3 плюс 4 – 12. Думаю, вы догадались, что числа здесь не складываются, а умножаются. Почему же так происходит? Присмотритесь к обычной шкале, а затем к нашей. Сейчас от единички до двойки протянется желтый отрезок. Точно такой же длины отрезок укладывается от двойки до четверки. Новый отрезок от четверки дотягивается уже аж до восьмерки. Уловили тенденцию? 2 в нулевой, 2 в первой, 2 в квадрате, 2 в кубе и так далее. Логарифмическая шкала. И раз уж мы тут замахнулись на Джона, понимаете ли, Неппера, то давайте вспомним свойства. Сумма логарифмов по одному основанию равна логарифму произведения. Сейчас мы с помощью этого свойства и нашей волшебной деревянной палочки посчитаем квадрат 25. Смещаем движок на два с половиной вправо, затем на нем еще отмеряем два с половиной и получаем 625. Здесь это удается при желании увидеть точно, но вот уже четырехзначные результаты часто имеют погрешность. Кстати, мы тут число в квадрат возводили. Это можно было бы сделать иначе без помощи движка. Сейчас я покажу шкалу квадратов. На ней можно будет увидеть результат возведения. Снизу смотрите 2, сверху 4, снизу 3, сверху 9, 4 в квадрате 16 и так далее. Купив эту линейку сейчас, вы получаете в подарок обратной операции. Разность логарифмов — это логарифм частного, то есть линейка умеет делить числа. Давайте-ка найдем частное 45 и 9, сопоставляем 45, девятку на движке, затем бегунок влево до единицы, и, о чудо, наше частное равно 5! Те, кто любит садоводство, по достоинству оценят возможность извлечения квадратных и даже кубических корней. Шкала кубов, если что, располагается над шкалой квадратов. Когда снизу 4, сверху 6,4, то есть 64. Но опять в кубе известное дело 125. И еще несколько комплиментов советскому гаджету. Здесь находится шкала мантис-логарифмов, которая позволяет вычислять логарифмы. А на обратной стороне движка, что бы вы думали, пятно полувековой давности. Но на нем можно разглядеть название тригонометрических функций, то есть линейка запросто вам может посчитать, например, синус трех градусов. Приблизительно, но все же. Если вдруг вы гуманитарий, не переживайте, здесь есть обычная, нормальная шкала. И что я больше всего люблю, по этой линейке можно строить прямые линии. Сейчас я покажу, как это можно сделать. Вот так, вот так и еще вот так вот. В общем, вы поняли. Если вдруг в бабушкином комоде вы не найдете такой же линейки, кликайте по ссылке в описании к этому ролику, там замечательный этюд по этой же теме. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!